Прежде чем мы поговорим об иконе в том виде, в каком ее создал Андрей Рублев, нужно сказать пару слов о том, как она выглядела совсем недавно. Мы привыкли видеть ее вот так, как привыкли, вот этот всем известный образ. Но на самом деле, такой она стала доступна для публики всего лишь 100 лет назад. А вот 100 лет назад она выглядела вот так. Дело в том, что где-то в 16-17 веках на Руси возникла практика облачения иконы в металлическую, золотую или серебряную ризу, или так называемый оклад. Это происходило по множеству причин, в силу того, что, например, техника реставрации произведения иконописного искусства была тогда еще несовершенна. И нужно было просто законсервировать и не позволить разрушения иконы. Вы понимаете, что иконы висели в храмах, в храмах использовались свечи, свечи коптят, иконы затемнялись, закапчивались. И иконы, которые были старинными, они лет через 200-300 приобретали совершенно неразличимый темный такой закоптившийся вид. И поэтому наиболее почитаемые иконы одевали вот в такую металлическую ризу. Сегодня, к счастью, мы знаем, насколько ярким и красочным является иконописное искусство. Но сто с небольшим лет назад это было не так очевидно. Дело в том, что, я повторюсь, техники реставрации качественной возникли не так давно. Во-вторых, самые выдающиеся произведения, как я уже сказал, были облачены вот в эту самую ризу, оклад. А те иконы, которые не были покрыты вот этим золотом, они темнели. И человек, который заходил в более-менее старинный православный храм, он видел темные изображения, почти неразличимые. И бытовало общепринятое мнение, такой стереотип, что икона – это всегда что-то темное, какое-то такое мрачное произведение. По крайней мере, такое представление бытовало среди образованной публики в крупных городах, которая была уже не очень религиозная. Да, я имею в виду, там, XIX век, начало XX. И только искусство реставрации позволило 100-150 лет назад открыть заново икону вот в том красочном виде, в каком мы ее знаем. Говоря об окладах, вот этих вот самых ризах металлических, хочется сказать пару слов. Ну, вот вы видите на своем экране изображение оклада иконы Троица. Вы уже можете видеть, что, ну, как бы золотой оклад не передает впечатления от иконы вообще никакого. Да, то есть открытыми остаются только лица и руки и ноги ангелов. Вот руки, лица и ноги, да, это то, что действительно писал сам Рублев. А вот золотой оклад, который был сделан, конечно же, сразу догадались, что Рублев не мог писать в стиле полях, потому что этот стиль возник гораздо позже. И что значит подлинная икона, да, оригинал находится где-то под слоями более поздней краски. И начались работы по расчищению, уже современная более-менее работа по реставрации. Пять слоев более поздних вот этих вот записей, да, поверх оригинальной иконы было расчищено в ходе этой работы. То есть пять раз икона Троица переписывалась сверху заново. За одним исключением, да, как ризой не закрывали лица, руки и ноги, то есть открытые части тела ангелов, так и запись вот эта вот более поздним художникам обходила стороной эти же самые участки. То есть лица ангелов, которые мы видим, да, их ладони и ступни, они максимально оригинальные, и там минимум какой-то реставрации был нужен. То есть там нужно было, по сути, только счистить копоть. Зато вот всё остальное приходилось буквально, простите за слово, расковыривать, и чтобы найти оригинал. Теперь, наконец-то, мы можем поговорить о самом сюжете, да, о том, что изображено. Дело в том, что иконы Троицы — это изображение очень конкретного сюжета, очень конкретного библейского сюжета, в котором описано, как Авраама, да, то есть праотца иудейской и христианской веры, как Авраама посещают три ангела. Давайте зачитаем этот сюжет. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатёр к Сарре, своей жене, и сказал ей, «Поскорее замеси три соты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял телёнка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и телёнка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял под них под деревом, и они ели. На фоне они также сохранились. Это здание, дуб и гора, которая не очень чётко видна, но, тем не менее, можем видеть её справа. Да, уже без всякого анализа нас поражает чувство сбалансированного покоя, которое мы буквально испытываем, глядя на эту икону. Дело в том, что Рублёв, как кажется, специально сосредоточился на выражении вот этого догмата о Троице, о единстве трёх лиц Бога в одной божественной сущности. И для того, чтобы подчеркнуть именно это значение, он отсёк, скажем так, исторические детали. То есть, собственно, Авраама, Сару, отрока и прочее. Именно для этого он сосредоточился здесь только на ангелах. И он всю композицию вписал в такой, как бы, единый замкнутый круг. Для начала поговорим о тех самых трёх объектах, которые мы видим на фоне. Первый – это объект слева, вот это здание. Как я уже упомянул раньше, это символическое изображение шатра Авраама. Но понятно, что шатёр выглядит не так. Это все люди прекрасно знали, иконописец в том числе. Но дело в том, что этот шатёр условный несёт символическую функцию. Он изображает не только буквально исторический шатёр, жилища Авраама, но он также является прообразом храма Божия в Иерусалиме. И также это символическое изображение вообще всей истории спасения, которое в церковной литературе называется домостроительство. То есть, Бог устраивает историю спасения как здание. Сначала закладывая фундамент, потом возводя стены, колонны, крышу и так далее. Бог не делает всё и сразу за один приём. Он как строитель, как архитектор постепенно строит этот дом. О дереве мы поговорим чуть позже. Но третий объект на этой иконе, который мы видим справа, это гора. Я уже упомянул, что это гора Мариа, которая находилась, собственно, рядом с Дубравой Мамре. Это гора, на которой Авраам пытается принести в жертву своего сына Исаака. У этого жертвоприношения в иудейской, особенно в христианской традиции, огромное море значений, непосредственно связанное с жертвоприношением Христа на горе Голгофы и прочее, и прочее. Ну, вообще, гора – это библейский, можно сказать, даже вообще общечеловеческий, наверное, символ, обозначающий встречу с Богом. Гора – это нечто возвышенное. На горах часто устраивались святилища, храмы, жертвенники. Именно на горе Моисей разговаривает с Богом. На горе построен храм в Иерусалиме, кстати, согласно преданию, на той самой горе Мариа. И, как я уже сказал, именно на горе было совершено убийство, распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. То есть, у горы в библейском и христианском контексте есть огромное количество различных смыслов. Наконец, дерево. То, что мы видим посередине, то, что нам, наверное, более всего бросается в глаза. Чисто исторически, это дуб, под которым они сидели в этом библейском эпизоде. Интересно упомянуть, что этот дуб предположительно сохранился до сих пор. Дело в том, что дубы того конкретного вида могут существовать несколько тысяч лет. И в Израиле, возле Хеврона, как раз в той области, где, судя по описанию, происходила эта встреча, есть дерево, которому, как исследователи считают, более пяти тысяч лет. То есть, оно вполне себе было очевидцем жизни Авраама. И традиция местная предполагает, что это то самое дерево, под которым Авраам встретил этих трех ангелов. Вот как это дерево выглядит сейчас. Да, оно, скажем так, основной ствол разрушен. Мы видим какие-то вторичные отростки. Мы видим, что дерево укреплено различными приспособлениями, чтобы оно не разваливалось. Но мы не можем так наглаз определить возраст, конечно, да, мы не специалисты. Однако мы видим, что это очень древнее дерево. Это дерево, которому не стоя не 200 лет. Вот так это дерево выглядело на открытке XIX века. Это дерево сейчас не то чтобы почитается как дерево, но скорее это место почитается как предполагаемое место встречи Авраама с тремя ангелами. Но в библейском контексте у дерева такое же огромное количество значений, как у горы. Это и дерево познания добра и зла, с которого началось грехопадение. Это и дерево вечной жизни, которое из-за грехопадения мы временно не можем вкусить. Но и самое главное, это дерево креста, на котором был распят Иисус Христос. И согласно христианской традиции, это древо креста стало для нас новым древом жизни. Потому что люди, которые верят в Иисуса Христа, через него обретают жизнь вечную. И также дерево это символ церкви. Первые апостолы, первые ученики Христа, это как зернышко, которое было брошено в землю. А теперь церковь это огромная структура, охватывающая всю землю, которая принесла множество плодов, пустила множество отростков и так далее. То есть дерево это тоже такой очень универсальный символ дела Божия. И вообще три этих объекта, они по сути показывают одно и то же с разных сторон. Гора как место встречи с Богом, дом как то, что Бог делает в истории, устраивает эту историю спасения постепенно как здание. Дерево как церковь, как главное средство спасения в конечном итоге. Все эти смыслы, они очень сильно переплетаются. И в то же время на этой иконе они являются просто частью исторического ландшафта этого конкретного библейского события. Теперь поговорим о том, кто из этих ангелов кто. Вообще поговорим о том, какое отношение царит внутри вот этой вот троицы. Мы можем видеть, глядя на ангелов, что они находятся в таком молчаливом общении. По тому, как обращены их взгляды друг к другу, по их жестам, по наклону их тел, мы видим, что происходит некий диалог. Их уста не открыты, то есть этот диалог молчаливый, но он очень плавный. И икона поблуждает нас как бы участвовать в этом диалоге. Потому что мы не можем просто зафиксировать свой взгляд на одном из ангелов и на этом остановиться. Неизбежно мы начнем следовать его взгляду и перейдем на второго ангела, на третьего и назад. Рассматривая эту икону, мы неизбежно будем двигаться по этому кругу. И это напоминает, когда за столом мы сидим в кругу друзей и какие-то из наших друзей разговаривают, мы обращаем наш взор то на одного, то на другого, в зависимости от того, кто сейчас говорит. Эта икона приглашает нас сделать то же самое, участвовать в этом диалоге, точнее быть свидетелями этого диалога внутри троицы. Об этом конкретно я скажу в самом конце. Сейчас поговорим о том, кто из этих ангелов есть кто. Мы знаем, что есть три лица троицы. Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Но кто есть кто здесь? Большинство исследователей согласны с тем, что тот ангел, которого мы видим сидящим справа, тот, кто одет в зелено-голубую одежду, это святой дух. А вот кто является отцом, а кто является сыном, здесь мнения разделились. Однако наиболее распространенная и наиболее аргументированная версия состоит в том, что ангел, которого мы видим посередине, это Бог-сын. Ангел, который сидит слева в одеянии таких земельных цветов, это Бог-отец. Ну и как я уже сказал, Бог-святой дух это тот, кто сидит справа. Почему так? Этот разговор можно начать с разных сторон, но начнем по очереди. Тот, который сидит слева, Бог-отец. Почему это Бог-отец? Во-первых, мы видим, что два других ангела склонены к нему, в то время как он сам сидит наиболее прямо. Кроме того, его голубая одежда, скрыта вот этим вот плащом земельного такого цвета, она почти не видна. И Бог-отец, это, согласно христианскому богословию, это та ипостась троицы, которая наиболее сокрыта от нас, с которой нам наиболее трудно взаимодействовать. Это тот, кого мы никак не можем вообще постичь. Бога-святого духа мы видим через его действия, Бога-сына мы видели в обличии человека, потому что он стал Иисусом Христом. А вот Бог-отец наиболее сокрытый от нас ипостась троицы. Более того, Рублев так подобрал цвета, что мы даже не можем в точности сказать, о какого цвета вот эта вот верхняя одежда на нем. Она почти сливается с общим фоном, и кажется, что она какая-то полупрозрачная. Это почти как плащ-невидимка. Либо она кажется немного такой зеркальной, и кажется, что одеяния двух других ангелов как бы отражаются в ней, как будто бы такие блики разных цветов в ней играют. Посмотрим внимательно, каким жестом он благословляет чашу. Об этой чаше будет отдельный разговор. Он благословляет чашу очень сдержанным, властным жестом. Этот жест предельно минималистичен, то есть это такая величавая сдержанность. Тот, кто действительно тянет руку к этой чаше, это ангел, сидящий посередине. По наиболее распространенному представлению, это Бог-сын, то есть тот, кто воплотился как Иисус Христос. Об этом нам говорит его одежда. Во-первых, его плащ, вот эта его голубая одежда, открывает нам то, что у Бога-отца сокрыто. У Бога-отца вот эта одежда голубого цвета, которая символизирует его божественную природу, она сокрыта, мы ее не видим. В то время как в Боге-сыне она как бы выставлена на показ. И согласно Библии, Бог-сын есть образ Бога-отца. Он тот, через кого мы можем видеть отца. И в этой игре цветов здесь это видно. Золотая полоска на его правой руке, на его правом плече, это знак царственной власти, одновременно царственного и священского достоинства. Мы знаем, что Иисус Христос, как воплощенный Бог-сын, это царь и первосвященник. Мы его называем царем иудейским, также мы его называем царем царей, царем вселенной. И также он первосвященник, потому что он тот, кто принес единственную совершенную жертву, то есть самого себя. Он также благословляет чашу, но его жест радикально отличается. Он протягивает руку к ней. То есть мы понимаем, что эта чаша предназначена ему. И это отсылка к тому эпизоду в Евангелиях, когда Иисус находился в Гефсиманском саду накануне своих страданий, накануне того, как его арестовали, начали пытать и в конечном итоге распяли. И в Гефсимании Иисус молится Богу Отцу и говорит, «Отче, пронеси эту чашу мимо меня, но, впрочем, не моя воля будет, но твоя». Этот сюжет, так и называется моление о чаше, и этот сюжет, в свою очередь, тоже зафиксирован во множестве икон и других произведениях христианского искусства. Но эта чаша, которую должен испить Богу Сыну, именно она изображена на этой иконе. И Бог-Сын здесь, благословляя чашу, смотрит на Бога Отца, то есть Он слушает Его волю, Он внимательен к Его словам. Интересно, что Бог-Отец в это время не смотрит на Бога Сына, Он смотрит на Святого Духа, который тоже смотрит Ему прямо в глаза, но интересно, как бы склоняется к Богу Сыну. Бог-Отец как бы говорит Святому Духу, чтобы тот подкрепил Бога Сына, укрепил Его или утешил Святой Дух. В христианской традиции называется Духом-Утешителем. Святой Дух внимательно слушает Отца, глядя Ему в глаза, но как бы телом склоняется к Богу Сыну, как бы выражая свою поддержку. И интересен на него жест в сторону чаши. Он тоже тянет руку, но как бы в таком подталкивающем жесте. Он как бы хочет подтолкнуть эту чашу к Богу Сыну, очередной раз подкрепляя Его, как бы говорят, давай-давай, не бойся. Но самое потрясающее, что во всей этой иконе на самом деле изображено две чаши. И как только вы увидите вторую чашу, то сомнение, кто из лиц Троицы является Богом Сыном, отпадет сразу. Сначала поговорим о первой чаше, та, которую мы видим невооруженным взглядом. В ней символически изображена голова Тельца, Теленка, да, того самого Теленка, которого Авраам повелел заколоть этому отроку. Теленок, в свою очередь, тоже имеет особый смысл. Здесь, возможно, придется очень сильно уйти в сторону и перескать значимую часть библейского сюжета. Но дело в том, что когда Бог выводил еврейский народ из Египта, и когда Он наказал египтян за жестокосердие тем, что каждый первенец в египетской семье умер, в эту ночь евреи должны были заколоть животное, которое на старинный манер называется Агнец. Там было пояснено, что Агнец – это либо ягненок, то, как мы обычно понимаем слово Агнец, но это также мог быть и козленок. И несмотря на то, что конкретно на этой иконе, по сюжету, в этой чаше лежит голова Теленка, не ягненка и не козленка, но, тем не менее, единогласно исследователями считается, что здесь идет речь о том же самом символизме жертвенного Агнца. И дальше я поясню, в чем здесь смысл. Каждый год в память об этих событиях, когда евреи вышли из Египта, еврейский народ заколал на праздник, который назывался Пасха, Агнца. Как бы, что на месте этого ягненка должны были быть они, если бы Бог их не спас. То есть, вместо нас за наши грехи погибало вот это жертвенное животное. Но Иисус, который был убит на Голгофе в день Пасхи и убит, согласно библейскому тексту, в тот час, когда заколали как раз Агнцев в храме, стал как бы абсолютной финальной жертвой. То есть, Он тот Агнец, который искупает все грехи на все времена до скачания века. Именно поэтому Иисуса Христа называют словом Агнец Божий. Иоанн Креститель называл его Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. И часто, например, в западном искусстве католическом вы можете видеть изображение Иисуса Христа в виде ягненка, который несет на себе знамя. Агнец, который несет такое триумфальное знамя воскрешения. Так вот, Иисуса называют Агнец Божий. И вот здесь этот Агнец, только здесь это не ягненок, а теленок, показан в этой чаше. На Тайной Вечере, это событие непосредственно перед тем, как Иисус с учениками пошел в Гефсиманский сад, где его арестовали. На Тайной Вечере Иисус взял в руки чашу. В этой чаше было вино, это был традиционный пасхальный обычай еврейского народа. Но Он сказал очень странные слова, которые до этого никто не произносил никогда. Он сказал, «Возьмите эту чашу и пейте из нее все, ибо эта чаша крови моей, крови нового и вечного завета». Согласно христианской традиции, во время богослужения священник освящает чашу с вином, и это вино превращается в кровь Иисуса Христа. Также священник освящает хлеб, и этот хлеб превращается в тело Иисуса Христа. Так вот, я очень много говорю, наверное, тех, кто не очень знаком с христианской традицией, я весьма запутал, те, кто знакомы, понимают, о чем речь. Я говорю о том, что здесь две чаши. И вторая чаша, вот она. Силуэтами Бога Отца и Бога Святого Духа и под нождем этого стола, который одновременно похож на христианский алтарь, образуется вот эта чаша. И кто в этой чаше? В этой чаше Бог Сын. Сын, то есть, собственно, тот, кто стал агнцем Божьим. И вот посмотрите внимательно на вот этот кадр из католического богослужения, когда священник возносит чашу с кровью Христа, держит, как бы наполовину погруженную в эту чашу, хлеб, который является телом Христова, и в этот момент священник произносит фразу «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира». И только зная вот этот вот контекст библейский насчет вот этой чаши с кровью Христа и его телом и традицию христианского богослужения, в данном контексте неважно, православного или католического, мы можем видеть символизм этой большой чаши и какая символика стоит за тем, что внутри нее находится именно Бог Сын, то есть агнец Божий, то есть Христос. Но незаметная чаша – это еще не все, что есть в этой иконе. Мы видим, что в целом эта икона, скажем так, имеет такую круговую композицию, все здесь вписано в такой круг. Но кроме этого на этой иконе присутствует восьмиугольник. Он образован крышей здания, верхней частью иконы, откосом скалы, правой частью иконы, подножьями этих престолов и подножьем стола. Что такого особенного в этом восьмиугольнике? Что здесь интересного? Дело в том, что восемь и именно восьмиугольник, не просто восьмерка, а восьмиугольная форма, также имеет немалое значение в христианстве. Многие из вас слышали, вне зависимости от вашего знакомства с библейской традицией, что Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день Он пребывал в покое. То есть семь в библейской традиции – это число полноты, число всего мирского творения. Мы сейчас здесь не будем рассматривать вопрос, насколько реально люди верят в то, что это за семь суток сотворено. Почитайте на эту тему, например, Святого Августина. У него все прекрасно разобрано. Но сейчас мы говорим о символизме. Так вот, семь – это число полноты этого мира, завершенности этого мира. Но, соответственно, восемь – это как бы семь плюс один. Это полнота плюс. То есть нечто, выходящее за пределы этой полноты. То, что выходит за пределы полноты этого мира – это бесконечность. Либо, по-другому, это можно трактовать как начало новой семерки, начало нового творения. Также в христианской традиции Христос, который воскрес на третий день после распятия, в день после субботы, который мы теперь и поэтому называем воскресенье. Но если брать от начала недели, то Он воскрес на восьмой день, то есть в начале уже новой недели. И вот это вот на восьмой день здесь тот же символик.